Это нам постоянно твердят страна неограниченных возможностей, в которой каждый, кто много работает, может стать успешным. Это постоянное стремление нарушает ментальное спокойствие людей, которые на самом деле являются богатыми. И оно также меняет их позицию по отношению к бедным. Конечно же, Америка не есть милитократия. Можно просто посмотреть вокруг и увидеть, что система обслуживает интересы определенных групп и направлена против интересов других. Вам только надо вспомнить о родовом происхождении. Тем не менее, главное то, что американцы считают, что их общество фактически милитократическое. И есть суровая логика во всей идее милитократии, потому что если вы искренне верите, что те, кто наверху, заслужили свой успех, вы должны также верить, что те, кто внизу, заслужили свой неуспех. Дженни Лимон просит милостивную на дороге, чтобы прокормить двух своих детей. О чем вы думаете, когда видите людей, таких как она? Вы думаете, что им просто не повезло? Или вы склонны так или иначе думать, что они сами к себе это притянули? Может даже, что они лузеры? Думаю, множество людей среднего класса и людей, имеющих деньги... Да, они смотрят на меня свысока. Когда едут богатые люди, они задраивают свои окна, или же не проелут на своей машине туда, где ты стоишь. Они не желают с тобой иметь ничего общего. А кто те люди, которые вам больше всего помогают? Мексиканцы, индейские женщины и многие женщины. Почему они это делают, как вы думаете? Потому что они были в такой ситуации, и они понимают, что ты бы не вышла на дорогу, если бы ты реально не нуждалась. Спасибо вам огромное, мэм. Господь вас храни, спасибо вам. Приятного вам дня, мэм. Спасибо большое. Мы с мужем прожили вместе 26 лет. Мой муж недавно умер. Я работала бухгалтером в небольшой компании. Я там работала 7 лет, потом я потеряла работу. Я вернулась с работы домой, он лежал в коме на диване. Я вызвала скорую помощь, они отвезли его в больницу. Он умер 11 сентября. Через два года, как самолеты разбились. Я ушла в страшную депрессию. Я все еще работала в то время. И в то время вы жили в хорошем доме? У меня была собственная квартира, двуспальные апартаменты. Но я не могла платить за аренду, так что меня попросту выселили недавно. Я бездомная с 13-го числа. А где вы сейчас живете? Мой свекор меня приютил в своем подвале. Когда вы вынуждены кормить своих детей, вы все что угодно сделаете. Поэтому мне совершенно не важно, что люди мне говорят, что они мне вовят след. Или еще что-нибудь. Спасибо вам большое, мэм. Бог вас хранит. Спасибо вам. Они не знают моей истории. Они не знают, что у меня происходит в жизни. Вас удивляет то, что произошло с вами, если бы вы оглянулись на вашу жизнь? Вы шокированы? Что вы думаете по поводу того, что с вами произошло? Я стараюсь не думать, потому что это вызывает депрессию. Знаете, потому что все, что я имела, это было здорово. У меня была замечательная жизнь, которую я вроде как потеряла в течение месяца. Все потеряла. Средина 19 века, особенно в Соединенных Штатах, восприятие относительных ценностей для бедных и богатых начало меняться. Обладание деньгами стало восприниматься как счастливое благо и даже более того, как моральное преимущество. Я немного нервничал перед встречей с Гровером Норкистом, одним из наиболее видных вашингтонских неоконсервативных лоббистов. Вы уверены, что тут не будут слышны звонки в приемной? Итак, вы могли бы назвать, на ваш взгляд, самые фундаментальные основы американского общества и его экономики? Ну, они основаны в Соединенные Штаты. С первого дня были основаны на базисе, что каждый мог делать и быть всем, кто он хотел. Не играло значение, кто были твои родители, не играло значение, что они делали. Ты был ответственен за свое собственное будущее, нет поддержки и нет опоры. Если ты хочешь быть бродягой, ты можешь стать бродягой. Если ты хочешь совершать великие дела, ты можешь это сделать, тебе это по силам. Государство ответственно за сохранение свободного и справедливого общества, наказывая убийц или же оставляя людей в покое. Почему государство не должно заботиться о нуждающихся? Потому что, чтобы это сделать, вы должны будете украсть деньги у тех, кто их заработал, и отдать их тем, кто не заработал. И тогда государство станет вором. Почему это воровство? Взять деньги, которые ты не заработал? Вы позволите минутку? Дэймон! Все, что вы там делаете, все крики там, все проходят через стены. Вы не могли бы сделать так, чтобы люди не шумели, потому что нас тут шум через стены громче, чем наш разговор? Вы полагаете, что налоги — это воровство? Налоги сверх легитимные необходимости на поддержание справедливости? Безусловно, воровство. Меня поражает, что гораздо менее вины перед малоимущими в американском обществе по сравнению с европейским обществом. Почему, как вы думаете, так происходит? Если вы верите, что чья-то собственность и богатство не обязательно нажиты легитимным путем, потому что какой-то граф или герцог получил это от своего пра-пра-пра-дедушки, который украл его у норманов или саксов, или еще у кого-нибудь, ну, тогда, по Прудону, собственность есть воровство. И в Европе огромное количество собственности было своровано. Окей? В Соединенных Штатах из-за того, что мы принимаем столько иммигрантов, это несколько трудновато утверждать, что вы здесь не можете преуспеть. Когда вы видите пятилетнего камбоджийского ребенка, приехавшего из полей Камбоджи и ставшего лучшим по правописанию, когда ему исполнилось 12 лет, «Окей, он мог это сделать, и вы говорите мне, что вы не можете встать утром с постели и поехать на работу, потому что жизнь несправедлива». Как вы полагаете, приличнее быть бедным в Европе, чем в Соединенных Штатах? Приличнее. Я не знаю, может быть, менее достойно, если правительство пытается вам помочь. Когда люди дают вам деньги за то, что вы не работаете, это деструктивно для человеческого достоинства и в итоге для человеческой свободы. Это превращает нацию в ленивый народ, который ни к чему не стремится, а просто бездельничает. Почему вы будете этого хотеть? Я не верю в американскую мечту. Правда, не верю. Я думаю, что это всего лишь слова. В Америке было впервые возможным утверждать, что ступенька лестницы, занимаемая каждым, в точности соответствует его реальным способностям. Удобное для успешных, это утверждение ослабило нужду во всеобщем благоденствии, в перераспределении богатств и даже в простом сочувствии. Следуя этой безжалостной логике, голоса типа Гроверского будут становиться еще громче. Дэймон! Если вы встретили кого-то очень и очень успешного, большая известность, много денег, признание, и вы спросили бы его, как он стал таким успешным, а он ответил бы, да это просто удача, вы подумали бы, что этот человек чрезмерно скромен. Также, если вы встретили бы кого-то, кто неудачник во всем, ни работы, ни денег, ни признания, и спросили бы его, что произошло, а он ответил бы, что ему просто не повезло, вы подумали бы, что он что-то скрывает. По существу, понятие удачи выпадает из возможных объяснений того, что происходит с людьми в их жизни. Победители сами куют свою удачу. Это взыскательная современная мантра. Несмотря на все наше нежелание слишком верить в удачу, мы в самых важных вещах, полагаясь на собственные силы, все более теряем контроль, чем когда бы то ни было ранее. Глобализированная экономика принесла огромное вознаграждение своим победителям, но она также постоянно производит огромное число проигравших. В традиционных обществах высокий статус и признание, которые он приносит, довольно трудно было получить, но настолько же трудно их было потерять. Современные общества были вынуждены сделать статус зависимым от достижений, преимущественно финансового благополучия. Но природа экономики, которая создали эти страны, делает эти достижения все более сомнительными. Бехлеем, сталелитейный завод за Балтимором, был когда-то самым большим сталелитейным заводом в мире. Теперь все его печи, кроме одной, покрыты ржавчиной, и его рабочая сила сократила с 32 тысяч до 2 тысяч рабочих. Джордж Зелл проработал там всю свою профессиональную жизнь. Всегда было чувство гордости в металлургической промышленности. Множество патриотически настроенных людей работают в статалелитейной промышленности. Люди, которые прошли армейскую службу. Мы сделали огромное число вещей, чтобы построить Америку, и люди знали это. Я чувствовал, что я не могу уволиться отсюда, как мой отец. Мой отец — это второе поколение. Мой отец вот тут работал, на этом месте. Мы на скользкой горке сейчас. Мы сейчас здесь, завтра нас здесь не будет. Мы просто не знаем, потому что все очень неопределенно. Для большинства из нас наша работа — это главное, что определяет сумму нашего признания и проблемы того, что мы будем вознаграждены. Глобализированная экономика делает эту работу более нестабильной, пробивая вызывающую тревогу брешь между тем, в чем мы нуждаемся, и тем, что мир нам реально даст. Постоянное давление от импортируемой стали, привозимой в страну, сделало эти работы очень ненадежными. В смысле, будешь ли ты работать? Будешь ли ты работать до своего увольнения? Будешь ли ты пенсию получать или нет? Что бы мы им делали, чтобы повысить свою производительность? Наша производительность сейчас больше, чем когда бы то ни было. Кажется, ее все равно не хватает. Вас все это больше расстраивает или злит? Меня это больше злит, чем расстраивает. Но моя злость, она к тем людям, которые говорят, что есть свободная торговля и честная торговля, тогда как я знаю, что ее нет. Расстраивает то, что промышленность, которую не надо было уничтожать, постепенно будет уничтожена из-за глобализации торговли. Без плана, как это должно быть сделано. Просто в результате хаоса. Мы, похоже, просто запрограммированы, чтобы исключить всякое извинение, на которое мы можем сослаться в случае неудачи. Тогда как все больше тех, кто менее уверен в собственной работе, чем когда бы то ни было. Меня заинтересовала проблема утешения, все еще доступного людям неуспешным, когда мир не дает им признания, которого они хотят. Переезжай в более шикарный дом, купи машину лучше, купи одежду лучше. И когда закончит Господь, попроси у Него микрофон, чтобы ответить Ему. В течение всего 19 века многие христианские мыслители, в особенности в Соединенных Штатах, изменили свой взгляд на проблему денег и мирского успеха. Все более и более, отдаляясь от традиционной христианской мысли, американские протестантские конфессии проповедуют, что богатство есть награда от Бога за святость. Сделай деньги своим другом. Тронь соседа, скажи ему, сделай деньги своим другом. Сделай другом все деньги, которые ты сможешь. Уже знакомый нам Токвиль также заметил эту новую американскую тенденцию в христианстве равняться на материальные ценности всей остальной культуры. «Евангелическая миссия, — говорил он, — воспринимается тут как промышленная инициатива». Епископ Джимми Эллис III, основавший Христианский Центр Победы в захудалом квартале Филадельфии в 1983 году, теперь его община насчитывает 1600 членов. «Нам надо учиться тому, как стать друзьями денег». «Вы знаете благодать нашего Господа Иисуса Христа, что хотя он был богат, но ради вашего спасения он стал бедным, чтобы вы через его нищету стали богатыми». И речь тут не о духовных богатствах. Люди пытаются так изобразить, что это духовные богатства, но они не духовные. Целая глава в некотором роде о деньгах. По сути, если я правильно понял, так Иисус стал бедным, чтобы мы могли стать богатыми на земле. Вот именно. «Москресное утро в Ливингтоне, графство Саффолк в Англии». Веками по всему Западу люди приходили на службы типа этой. Тут всегда было утешительное напоминание о том, что есть более важные вещи в жизни, чем статус и успех. Сам факт, что мы еще проводим черту между богатством и добродетелью и ценим человека потому, хорош он или плох, а не по его социальному положению, существует во многом благодаря тому влиянию, которое христианство оказало на западное сознание. Ради славы и Бога!